Ханты-Мансийск стал первым муниципалитетом в Югре, подготовившим комплексную схему организации дорожного движения. Об этом сегодня рассказали на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве региона. Напомню, что по поручению президента все муниципалитеты России должны подготовить подобные транспортные схемы до декабря 2018 года. Модернизация устройства, улично-дорожные сети должна сделать движение в муниципальных образованиях удобным, а главное, безопасным для всех участников. В остальных городах и поселках автономного округа работа над созданием новых схем еще ведется. Новая транспортная схема Ханты-Мансийска прошла через общественное обсуждение, по этому же пути необходимо двигаться и всем. Разработка схемы это трудоемкий, масштабный процесс, влияющий, даже определяющий планировочные и градостроительные решения в целом. Мы разработали предложение по реконструкции уличной дорожной сети с учетом роста автомобилизации города, с учетом развития города на ближайшую перспективу 2-6 лет, на среднюю срочную перспективу 5-6-10 лет и на дальнюю перспективу до 20 лет. Также на заседании обсудили выполнение еще одного поручения президента. Оно касается приведения пешеходных переходов, расположенных вблизи школ в соответствии с новыми национальными стандартами. Поручение должно быть выполнено до конца марта этого года, пока о полной готовности доложили только Белоярские и Нефтьюганские районы. Остальные муниципалитеты пообещали также уложиться в отведенные сроки. Сегодня сверили планы. Многие муниципалитеты взяли обязательство, что до 31 марта, до 1 апреля они эту работу закончат. Будем держать на контроле, мониторить и подталкивать, понуждать всех к исполнению этого поручения. Это влияет прежде всего на безопасность. Вот та преамбула, которая была в преддверии исполнения, на 7% снизилась с мероприятия. Продолжение следует...